здравствуйте после нашей действенной ночевки на озере мы понадеявшись на то что в ближайшие миссионные пункты будет магазин поехали в сторону лапинранта ну в общем сейчас мы площадь что в лапинранте это был первый первый магазин в котором мы вообще смогли купить какой-то воды уважаемые телезрители если вы соберетесь оставаться на этом озере потом на велосипеде ехать в сторону лапинранта запастись водой не будьте такими кренделями как мы полтора евро проще запастись водой запаститься как как говорят наши православные проще запаститься ткань там в августе в апреле в общем сейчас мы составляем маршрут который будет по лапинранте примерно вообще планируется день поставить велосипеды и просто пойти пешком наконец-то походить старые травмы даю себе знать после таких непобеденных перемещений в общем до примерного места нашей остановки километров это будет примерно центр лапинранта хотя его походу нет он там куча магазинов какие-то кафешки надеемся что сможем поесть хотя бы чего-нибудь горячего и дальше примерно километров сать ты можешь точно сказать скажи мне это не понравится стас проще мне будет если я буду ехать еще не 20 минут это переваривать чем потом ехать в эту дорогу и расстраиваться 35 примерно расстояние 45 метров это слушайте но скорее всего просто не будет ветра и это будет гораздо проще или хотя бы ветер будет боковой потому что самой большой проблемой в нашей поездке был ветер паша начал лагриться избивать я не знаю о чем он говорит во всем этим на протяжении почти 65 километров или 70 км проехали преимущественно были подъемы причем не обязательно подъемы были редкие они были пара очень затяжные да самое обидное что когда были спуски которых ты можешь разогнаться отдохнуть до тех ногам сопровождали встречным ветром и друзья ну едешь под горку и тормозишь обидно а вот сейчас да в голове закралась идея что с лапинранта до брусничного будет прямо только одна одна единственная большая горка вниз и ветер спину дует это такой едешь на волосы в общем надеемся набраться сил поехали дальше